Приветствую, дорогие братья и сестры, любовь Иисуса Христа, дорогие гости, которые посетили нас. Прошло время начинать наше служение. Хочу напомнить вам, братья и сестры, что сегодня Международный день молитвы о сиротах. Давайте мы не забудем об этом и сегодня в молитвах наших вознесем прошение к нашему Господу и свои сердца откроем для того, чтобы замечать и быть участниками в их нуждах. Также попросим, чтобы Господь благословил предстоящее служение. Склоним наше голову в молитве. Боже наш, Отец наш Небесный, Бог любви и милосердия, Отец, сирот и вдов, сердечно благодарим Тебя за Твою безграничную любовь и милость, которую Ты явил к нам, что не оставил нас сиротами в этом мире. Забочишься о нас и печешься о нас, посылаешь нам хлеб и насущный, и духовный на каждый день. Мы верим, что от взора Твоего не скрыты слезы и стена не сирот. Помоги нам, преображаясь в Твой образ, также замечать их и принимать участие в их нуждах. Благослови собрание это, которое перед нами. Мы благодарны Тебе, что имеем этот дом, имеем возможность прийти в Твой дом, чтобы здесь открыть наше желание, открыть сердца наши к принятию этого слова. Благослови братьев, которые выйдут на это место, чтобы передать нам Слово от Тебя, припоявших силой Духа Святого. А наши сердца приготовы принять это Слово. Благослови пилцов, которые будут прославлять имя Твое, проносить утренную жертву хвалы. Помоги нам соединиться с ними, чтобы эта жертва была приятна Тебе, как фимиам утренний, воскуряющийся под алтарем Твоим. Благослови наши молитвы, благослови стихи и все, что здесь будет происходить во славу Твою. Имя Твое будет прославлено достойно в этом собрании. Имя великого, чудного Бога любви, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Милости Твоей полна вся земля, Милости Твоей полна жизнь моя, Милость Свою Ты превознес над судом, Возлюбил меня и брел в свой дом. Ты спас меня, и я правда. Освободила ты мы. Ты спас меня, и я правда. Освободила ты мы. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, Милень ремнии, **будhoo. Восвожу Свои очи даря, Бог, надежда моя и защита, Его небо у божественных грам, Благодать его всюду излито. Не воздревнет хранящий меня, И мои не холеблют за ноги, В чистоте свое сердце хранят. Упопанье мое только в ноги, Солнце бьет меня, не порази, Не луна, среди супраконачий, Он от сломают душу хранит, Постоянно на мне его очки. Среди горы, лесов и пустынь, Будем тогда пронять мы вожденье, Мой покой, мой труд и служенье. На все дни и во веки. Аминь. Друзья дорогие, дорогая церковь, Господь, когда создал человека, наделил его разумом для того, чтобы смотреть вокруг и все оценивать, Все считать, все взвешивать, что-то выбирать. И вот если обернуться вокруг, Все вокруг нас оно посчитано и оно измерено. Мы знаем и посчитали уже давно, Какое расстояние составляет от нашего дома до молитвенного дома. Мы знаем во сколько времени нам вставать, во сколько ложиться. Мы считаем скорость, с которой нужно ехать. Мы знаем, какая температура на улице, мы тоже ее считаем. Мы и объем научились считать, и яркость, и освещенность, и давление. Много-много различных параметров. Господь дал нам мудрость для этого. И чем мы считаем? Не на глаз же мы это определяем. Для этого нужны определенные шаблоны, приборы, градусники, рулетка, линейка. Для чего все это я говорю? Для того, чтобы сказать и напомнить нам о том, что Господь одному такому измерительному инструменту уделил особое внимание на страницах Священного Писания. И мне хотелось бы сейчас именно это место и прочитать. Это из книги-притчи, 11 глава, с первого стиха. Один стих. Притчи, 11-1. Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему. Итак, записано об измерительном инструменте, который измеряет вес. Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему. Значит, если правильный вес угоден Господу, то неверные весы пока дают неправильный нам результат измерений. Неправильный вес. И как же так получилось, что вдруг весы, которые созданы для того, чтобы давать нам определенные точные цифры, они вдруг стали измерять неправильно. И Господь говорит, и более того, для меня это измерение, вот это неправильное взвешивание – это мерзость передо мной. Это огромная глубина этого стиха. И вы знаете, я вспоминаю свое детство, когда в Брянске давно, в 90-е годы, мы ходили, не было гиперсупермаркетов, и мы ходили закупаться продуктами с родными. Большой центральный рынок был в центре Брянска, и мы ездили туда, покупали и вещи, и одежду, и обувь, и покупали продукты, покупали овощи, фрукты, все покупали. И в моей памяти запечатлились одни весы, которые я там видел. Сейчас такого уже нигде нет. Когда мы приходили туда, там стояли простейшие древние весы. И я для наглядности, потому что молодое поколение может не понять, о чем я говорю, я братьеву просил слайд. Вот такие весы в моей памяти. Две чаши весов. На одну чашу весов вложили яблоки, на другую чашу весов – гирьки. И когда носики в центре красные уравновешивались, смотрели друг на друга, то, значит, количество яблок соответствовало весу вот этих гирек. Если это был килограмм, значит, килограмм яблок. Но знаете, что интересно? На одном конце рынка эти весы показывали правильно, но в другом конце они за килограмм выдавали почему-то 800 грамм. То есть человек покупал килограмм, а получал 800 грамм. Они оказывались неверными. Почему? Ведь на одном заводе изготовлены по одному стандарту качества. В чем дело? Оказывается, предприимчивые продавцы приходили к такой практике, просверливали вот эти гирьки сверлом и удаляли часть металла. И они становились легче. И весы оказались вдруг неверными. Сделанные по всем стандартам качества вдруг оказались неверными. Шло время, весы менялись. И уже, следующий слайд, и уже появились другие весы со стрелочкой. Там уже гирьки не нужны были до килограмма. Казалось бы, как обмануть? И тут нашелся прием. Качественные весы. Приклеивали магнитик снизу. И они уже опять продавали 800 грамм за килограмм. Время менялось. И появились новые в Санкт-Петербурге. Я первый раз увидел в 2007 году эти весы. Не знаю, есть такое в Америке. Может быть, есть. Самообслуживание. Следующий слайд. Это электронные, точные весы. Когда трудились инженеры над ними. Положили яблоки, нажали на дисплей клавишу. Распечаталась наклеечка, на которой указано количество килограмм, цена за килограмм и стоимость общая. Наклеивал сверху на пакетик и идешь на кассу. И тут происходит. Казалось бы, как сделать из этих весов неверные? Как получить неверные весы? Ну, невозможно обмануть. И тут нашлось. Наблюдаю за одной женщиной, которая подходит к морозильнику, а там пельмени в развес продавались. И вот она в пакетик совочком положила, на весы взвесила, наклеечку взяла, подошла опять, опять накидала туда, наклеила и пошла на кассу. И опять весы взвесили полкилограмма, а из магазина ушло килограмм. И тут нашелся прием. Друзья дорогие, вот три случая неверных измерений, неверного взвешивания. Виноват ли производитель, создатель весов в том, что они неверный вес измерили? Не виноват. А виноват ли, может быть, брак, кто допустил? Может быть, что-то еще было, какие-то факторы от производителя? Нет, с завода они вышли качественными. Но в процессе всего этого тот, кому они были даны в пользование, сделал их неверными. И мерзость сделал этот человек, который сделал неправильный вес и чашу весов склонил в свою сторону. И вы знаете, друзья, Господь создал давным-давно эти весы, еще раньше, чем их сделал человек. И эти весы он вложил внутрь сердца каждого человека при создании. И мы их используем. Как мы их используем? Мы оглядываемся вокруг и делаем какой-то выбор. Мы взвешиваем, так нужно поступить или не так. Мы взвешиваем в сторону греха, нам чаша, или в сторону святости. Когда мы разговариваем с человеком, грубо нам ему ответить или мягко, или смолчать. И мы каждый шаг своей жизни, каждую мысль мы взвешиваем на своих внутренних сердечных весах. И вы знаете, однажды два человека зашли в храм помолиться. Помните, Иисус рассказал историю. И вот они зашли и начали каждый взвешивать там. Говорит, Господи один, помилуй меня. А второй говорит, Господи, да я же пащусь, смотри какой я. Я пащусь два раза в неделю и на весы свои достатки. И я, а паститься два раза в неделю, это труд. Это серьезно. Я из всего, что приобретаю, я отдаю десятую часть. Еще, Господи, вот такие у меня весомые дела. Смотри, какой я значимый, я такой хороший. Благодарю тебя, что я вообще, я такой, я такой хороший. И не такой, как вот этот, который рядом. Господь говорит, подожди. Вот это, что ты мне тут показал и рассказал, вот это все значимое для тебя, для меня это не значимо. Для меня сердце того, которое рядом, оно значимее и весомее, потому что оно имеет со мной близкие отношения. Когда хозяин виноградника назначил себе слуг, помните, взял, и поставил их управлять виноградником, они тоже там взвешивали. Они взвесили обстановку. Ага, сейчас придет слуги, мы их изобьем, мы их убьем. Потом сын придет, мы его тоже закончим с ним. И нам вдруг скажет, хозяин виноградника, нет у меня наследников, давайте-ка я вам наследство это отдам. Вот так они взвесили. И они это сделали, и для них это закончилось плохо. Когда вели женщину грешную, помните, вели ее, чтобы побить камнями, они стали, подводят ее Иисусу. Иисус! И так с каверзным вопросом. Говорит, вот смотри, и начинают взвешивать ее, они ее уже взвесили. Иисус, вот смотри, вот женщина, грешница, а вот здесь закон, который гласит, чтобы мы ее побили камнями за этот грех. Все правильно, все правильно. А ты что скажешь? Иисус говорит, хорошо вы, да. Все правильно, все рассудили правильно, да? Они все правильно рассудили. Но Иисус говорит, а себя вы положили на эти весы, которыми взвешиваетесь? Кто без греха брось в нее камень? Говорит, женщина, а где твои обвинители? Говорит, да я одна, нету никого. Так и я ни в чем тебя не обвиняю. Иди, но впредь не греши. Друзья дорогие, наши сердечные весы – это очень важный инструмент, которым мы пользуемся каждый день. И очень много раз даже в этот день, в каждый из этих дней. И Господь поместил эти весы вовнутрь каждого. Нас Господь создал по образу своему и подобию. А если Он нас создал по образу и подобию и вложил это в нас, у Господа тоже есть весы. У Господа тоже есть весы, свои весы. И знаете, об этом даже записано в Священном Писании, что у Бога есть весы. Вавилон – великий город Великой Империи. Царь Валтасар, который управлял и от которого зависела судьба народов, в которых переселялись. Судьба человека любого, судьба любого человека и жизнь его зависела от этого царя. Этот царь был весомый в своем государстве. Этот царь был такой значимый, что он жил в таком доме, в котором никто больше не жил. Он кушал такую пищу, в которую никто не кушал, и престижно было питаться с царского стола. Царь одевался в такие одежды, никто больше не одевался. Он имел власть такую, которой ни у кого не было. Он был весомый человек, самый весомый в своем государстве. И когда, помните, был пир, и там для веселья им нужны были сосуды, и они там сделали осквернение, они праздновали, появилась кисть и стала писать. Помните, что было написано? «Мене, мене, текел у парсин». Помните, да, есть такие слова? «Ты взвешен на весах». Внимание, Господь взвесил на своих весах. «Ты взвешен на весах и найден каким?» «Очень легким». Вы представляете, значимый человек, великий. А Бог говорит, нет. «Ты в своих глазах, на своих весах ты себя взвесил, ты значимый, но на самом деле на моих ты ничего не значишь, ты легкий». И не просто легкий, ты очень легкий. Можно сказать сегодня, что проблема того царя. Не надо было там делать то и то. Вы знаете, если мы своими сердечными весами внутренними мы начинаем оценивать, измерять и при этом взвешивая, тянуть чашу весов какую-то в свою сторону, которая нам выгодна, то это неверные весы. И об этом написано в Библии. И это мерзость перед Богом. Ни один человек не заканчивал хорошо, который проявлял вот эту мерзость перед Богом. Ни один, который взвешивал неправильно, не получил еще каких-то особых благословений. И если у нас в сердце происходит такое, то мы становимся похожи на Валтасара, мы становимся похожи на вот того человека, который в храме молился, с достоинства свои перечислял, и на того, кто осуждает грешников о себя на те же весы не ставит. И на виноградарей мы похожи. Это все те, кто неправильно оценивали вокруг себя обстановку, неправильно оценивали ситуацию. И вы знаете, Господь таких уже взвесил, и нам об этом известно. И знаете, что записано? «Сыны человеческие» — это 61-й Псалом, 10-й стих. «Сыны человеческие» — только суета. «Сыны мужей — ложь». И если дальше написано «положить их на весы», то какой вес у них написано? «Они легче пустоты». Я пытался понять в цифрах, какой это вес. «Легче пустоты». Вы представляете, что такое, когда взвешиваешь что-то, показывает стрелка, когда убираешь — ноль, ноль показывает. Пустота — это может быть вакуум откачать, воздух откачать, создать вакуум. Пустота — совсем пустоту создать. Но сколько это, когда то, что мы взвешиваем, еще легче того, чего нет. Вот как это понять? Мы можем не найти таких весов, которые это взвешивают, но у Господа они есть. И всех тех, кто взвешивает своими весами неправильно и производит мерзость перед Господом, уже взвешены. «Суета», «ложь» здесь написано, «меньше пустоты». Такого предмета я не знаю, который имеет такой вес. Наш вес на Божьих весах зависит напрямую от того, как мы взвешиваем на своих, как мы обцениваем, как мы разговариваем, что мы выбираем — грех или святость, каким путем мы идем. Это очень серьезный вопрос. И мне хотелось бы, чтобы мы взяли урок и запомнили, может быть, если получится. Это несложное для запоминания место. Книга «Притчи» — три единицы. 11 глава, 1 стих. «Мерзость перед Господом — неверные весы, но правильный вес угоден Ему». И мне хотелось бы, чтобы мы взяли урок и на этой неделе. Мы, когда будем встречаться с людьми, чтобы перед нами ставить весы образно. И то, что мы делаем, то, что мы говорим, вот это взвешивать. И знать, что если это правильно будет, если у нас не будут просверленные гирьки на наших весах. Весы-то правильные. Гирьки мы ставим просверленные. Или магнит приклеиваем снизу. Для того, чтобы сделать так, как нам выгодно. И вот когда мы это делаем, мы должны понимать, что благословений нам не ждать. Будет только хуже. Но великие благословения тогда ожидают нас, когда мы живем правильно, и когда этим инструментом, который дал и вложил в сердце в наше Господь, мы пользуемся правильно. Тогда мы будем иметь вес на Его инструменте, там, когда Он будет взвешивать нас. Пусть Господь нас благословит, и мы будем молиться. Аминь. Небесной lumière. Небесная зорь, Манит меня. Все ближе там, День ото дня. Встречу с Отцом, Жду всей душой И стремлюсь в дом родной. Там, за облаками неба, я иду туда, где лепит. В пути укашет Христос и пройдет среди гроз на земном пути. Там, за облаками неба, я иду туда, где лепит. В пути укашет Христос и пройдет среди гроз на земном пути. Пусть на пути я устаю, Дом в небесах, там отдохну, рядом со мной пастырь идет и от бед бережет. Там, за облаками неба, я иду туда, где лепит. В пути укашет Христос и пройдет среди гроз на земном пути. Там, за облаками неба, я иду туда, где лепит. В пути укашет Христос и пройдет среди гроз на земном пути. Скоро земной круг завершу. Боже, прости, в сердце прошу, Прими меня, я пред тобой, о Господь, предстаю. Там, за облаками неба, я иду туда, где лепит. В пути укашет Христос и пройдет среди гроз на земном пути. Там, за облаками неба, я иду туда, где лепит. В пути укашет Христос и пройдет среди гроз на земном пути. Мы слушаем пение сейчас, Виктор, пожалуйста, ваше время. Затем стихотворение Эдуард Александрович расскажет. Потом пение «Бог, ты, наверное, красив». Затем стихотворение Надежда Митрофановна и пение «За тебя умирал Иисус». Вчера, друзья, прошли семинары на семейную тему на природе, здесь, в церкви. Я хочу на эту тему спеть про дом. Мимо текла, текла река, Плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога Нелегка, да нелегка. Ведь человек мечтал о том, Что он построит где-то дом, И поселиться счастье в нем В доме одном, в доме одном. Ведь человек мечтал о том, Что он построит где-то дом, И поселиться счастье в нем В доме одном. Часто бывало, уставал, Но неизменно напевал Песню любимую свою, Ту, что пою, ту, что пою. Дом, как известно всем давно, Это не стены и окно. Даже не стулья за столом, Это не дом, это не дом. Дом, как известно всем давно, Это не стены и окно. Даже не стулья за столом, Это не дом. Дом, это там, куда готов Ты возвращаться вновь и вновь, Яростным, добрым, нежным, злым, Еле живым, еле живым. Дом, это там, где вас поймут, Там, где надеются и ждут, Там, где забудешь о плохом, Это твой дом, это твой дом. Дом, это там, где вас поймут, Там, где надеются и ждут, Там, где забудешь о плохом, Это твой дом. За облаками высший нет, Там дом прикован вам и мне, Там приготовлен он Христом, Чтоб жить с отцом, чтоб жить с отцом. Но чтоб в небесном доме жить, Нужно в земных домах хранить, Радость, любовь, уют и свет, Божий завет, Божий завет. Слава Богу. Нет, нет, братья и сестры, да, И потряхивает нас здесь в Оклахоме. И вот не так давно снова было, да. Я как-то читал, что по статистике каждый день есть, Только очень слабые, и мы их как бы не слышим. Но надо обратить и на этот момент внимание наше. Матфея 24,7. И будут гладые море и землетрясения по местам, И нас не обходит. Клокочет очень часто под землей, Она ворчит порою, задрогаясь. И рокот тот, увы, не звук пустой, Господь грядет, нас всех предупреждая. Тут хорошо, здесь хаты из фанер, Хоть не придавят нас бетона плит, Но все равно запомним мы теперь, Пора усилить нам свои молитвы. Продли Господь нам в талсе тишину, Чтоб жить могли, тебя не раздражая, Но в благодарностях тебе всегда тонуть. И жить, как жил Христос, дай нам желание. Пусть хоть всегда грохочет под землей, Поднимем к небу очи веры, И обойдут нас беды стороной, Коль мы решим себя Отцу доверить. Клокочет очень часто под землей, Она ворчит порою, содрогаясь, И рокот тот, увы, не звук пустой, Господь грядет, но всех предупреждая. Аминь. Бог, ты, наверное, красив, Твоих дождей речит отель, Мне говорит, в тебе есть ритм, И мы с тобой его творим. Ты выдох, я не сразу вдох, Я знак вопроса, а ты мой Бог. Мы вместе пишем жизнь мою, Я ненавижу, ты люблю, Ты радугой, я акварелью, Ты обещаешь, я не верю, Мы вместе пишем жизнь мою. Бог, ты, наверное, высок, Чтобы зайти на огонёк, Мне в гору сотню лет ползти, Я больше не могу спустись, И ты, святая простота, Спустился даже до креста. Мы вместе пишем эту жизнь, Сомнения вниз, надежда ввысь, Сомнения я, надежда ты, Моё распни, твоё прости, Мы вместе пишем эту жизнь. Бог, ты неведома какой, Прости меня, что в почерк твой Вплетаются доски витки, Как баржи в полосу реки, Как город в редкие леса, Ты помоги переписать эту жизнь. Мы перепишем жизнь вдвоём, И я впервые не своё, Меня ты учишь кись держать, И кажется, моя душа живо. 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 Мы перепишем жизнь вдвоём, И я впервые не своё, Меня ты учишь кись держать, И кажется, моя душа живо. 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 Я приветствую всех братьев и сестёр, Любовью Господа нашего Иисуса Христа, И благодарим за все ваши молитвы, Что Господь услышал, Ему пусть будет слава за всё. Человеку свойственно от бедствий уклоняться, И желание сердца нашего ни в чём не знать нужды, И проблемы могут к вам нежданно постучаться, И никто не застрахован в жизни от беды. Все эти трудности и беды схожи с пустыней, Которую пройти придётся в жизни каждому из нас. И пусть пустыня вам не будет Предкновением и причиной сломиться, Чтоб от горя или уйти в запас. Сам Иисус был духом возведён в пустыню, И знаем мы, что Господу там было нелегко. Но победил Он Божьим словом сатанинскую гордыню, И в испытаниях закалился от того. Когда имеем мы нужду и испытания, Не важен сам вопрос, но важен наш ответ. Не допускайте в сердце страха и отчаяния, Пусть Божья истина хранит ваш дух от бед. Пустыню можно пробежать галопом, Пустыню можно шагом одолеть, А есть такие, что кругами ходят, Лишь бы скопом и только бы на Слово Божье не глядеть. В пустыне каждый проверяется на верность, В пустыне каждый перед Богом обнажён. И наш исход не дар и не закономерность, А выбор, каждый в чём был утверждён. Желание Господа, чтобы пустыню мы прошли достойно, Чтоб засуха и зной не разлучили нас с Творцом, Чтоб не роптали мы и были недовольны, А чистыми предстали пред Его лицом. Своими силами не справиться нам в испытаниях, Без руководства Божьего долину скорби не пройти, Лишь благодать и милость нам даны для оправдания, Чтобы к источнику живому путь смогли найти. Должны мы помнить, что в пустыне Бог нас не оставит, Что и в долине скорби есть поток живой воды, Очистит нас, как золото, с любовью переплавит, Чтоб из пустыни вывести и даровать нам свой покой. Слава Господу! За Тебя умирал Иисус, За Тебя, за Тебя на кресте как разбойник висел, Ты не любишь Его, но Тебя возлюбя, Он славу оставив, страдания терпел. Мир влечет миллионами шумных путей, Ты спешишь их избрать, оставляя того, Кто пролил свою кровь ради жизни твоей, И тебя нет дороже, поверь, для него. Сколько раз грех твой снова его распинал, Сколько раз за любовь ты насмешкой платил, Но с любовью Он снова Отца умолял, Прости Ему, кровь со Него я пролил. Что же есть в этом мире превыше любви, Той, что все для тебя даже жизнь отдала. Что еще для тебя есть в цене и назови, Только жизнь выше этой цены не нашла. Субтитры создавал DimaTorzok За тебя умирал Иисус, за тебя, за тебя, На кресте как разбойник висел. Ты не любишь Его, но Тебя возлюбя, Он славу оставив страдания терпел. Приходи, Он не станет тебя осуждать, Все поймет и с любовью как брата простит. Для того и пришел Он на землю страдать, Чтобы всем путь к Отцу через Него был открыт. Чтобы всем путь к Отцу через Него был открыт. Встанем, споем. Когда бушует жизнь, огнем меня крестя. 15-98. 15-98 номер. Первый, второй и последний. Три куплета. Первый, второй и последний. Встанем, споем. Встанем, споем. Псоем. 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 И встанем, с Нов arm. Псоем, зонем Александра. Псоем —... ...псоем,velop. Грил. Встанем — правilen... И будет благ грядущей и преможна. Не страшно мне судьба, имею я Христа, Что может у меня его огня. Не страшно мне судьба, имею я Христа, Что может у меня его огня. Я знаю, закон, и тесны те врага, Что нас ведут от смерти и вечной жизни. Но мне ли унывать имею я Христа, Что может у меня его огня. Но мне ли унывать имею я Христа, Что может у меня его огня. Мир вам, братья и тёстры. Спасибо. Приятно видеть вас. Спасибо вам за приглашение. С удовольствием к вам летел. И тем более эти дни у нас такие были хорошие беседы. Я бы вечером, если всё будет хорошо, Предложил тему «Запрещённая любовь» Между касающейся семьи молодых людей и супругов. Запрещённая любовь. Ну а сейчас утром хотел бы вам сказать о теме, Которая близка моему сердцу. Он записан на Матфея, 5 глава, 13 стих. Давайте вместе её прочитаем, А потом немножко порассуждаем. Итак, здесь записано, Когда Христос поднялся на гору, А народ перед Ним, ученики, И Он вёл беседу о блаженствах. И вот, касаясь 11, 12 и 13, 13 основной. «Блаженны, когда будут вас поносить, гнать И всячески неправедно злословить за Меня, Радуйтесь и веселитесь, Ибо велика ваша награда на небесах, Так гнали и пророков, бывших прежде вас». 13 основной. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, То чем сделаешь её солёною?» Стоит вопрос. «Она уже ни к чему не годна, Как разве выбросить её на попрание людям?» Ещё раз этот основной текст я прочитаю, А он на экране у вас есть. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, То чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему не годна, Как разве выбросить её вон на попрание?» Эти слова принадлежат Господу нашему Иисусу Христу, Который сказал эти слова. «Вы — соль земли». Это касается нас с вами. И меня так заинтересовали эти слова. Вот эти слова, они предполагают о том, Что соль бывает сильная, И соль бывает слабая. Соль бывает дешёвая, И соль бывает дорогая. И вот брат показывал на экране Там весы, такие знакомые-знакомые весы. Так вот, каждый будет взвешен, Сколько в нём соли. Как-то меня заинтересовала эта выкладка, И я такую справку интересную нашёл. У меня возник вопрос, Сколько соли в Атлантическом океане. Вы не знаете, сколько соли в Атлантическом океане? Что значит, сколько? Ну, если мы возьмём тонну воды Атлантического океана И выпадем её на огне, Как вы думаете, Сколько соли образуется из этой тонны воды? Сдаётесь? Тридцать семь килограмм. Человек удивился. Ну, а если мы возьмём ещё одно море, Или Тихий океан возьмём, В Тихом океане взять тонну воды И выпадет над огнём, Как вы думаете, Сколько там килограммов соли образуется, Тонна воды Тихого океана? Он же тихий такой, спокойный. Ну-ну. А? Сказать? Тридцать пять килограмм. Ну, мы были с женой на мёртвом моле там в Израиле. И я ещё так расстроился. Вроде бы гид нам говорил, А я не запомнил. Он говорил, Мужчины, не брейтесь! А я, как настоящий мужчина, Каждый утро бреюсь. Ну, и побрился, И мы пошли лечиться в Мёртвое море. И когда я зашёл, Я как схватился за своё лицо, Оно у меня опухло. Это действительно серьёзная солёная вода Мёртвого моря. Но если мы возьмём тонну воды из Мёртвого моря И на огне выпадем, Как вы думаете, Сколько килограммов там соли образуется Из этой тонны воды? Не делали, да? Сказать? Сказать? 225 килограмм. Разница есть? 35 килограмм, 37 килограмм и 225 килограмм. Существенная разница. Соль оказывается очень разная, И много видов её. Здесь в Америке мы чаще всего пользуемся Самой дешёвой химической. Я был в Алма-Ате, в Казахстане. И кто-то, не знаю, угостил, ну, как обычно, раз и соль. Я попробовал. Она такая вкусная соль, Такая крупная, тёмная соль. Я говорю, где вы взяли? Они говорят, как, где в магазине? Я говорю, я хочу купить такой соли. Зачем? В Америку повезти. Ну, они засмеялись. И я привёз в Америку соль из Казахстана. Жена глянула, говорит, ты чё? Зачем соль везти? Здесь её полно. Я говорю, это настоящая соль. Она солёная. В чём разница, братья и сёстры? В том, что качество соли совершенно разное. И одна соль полезная, а другая вредна нашему здоровью. И вот Христос сказал, вы соль земли! Я говорю громко, чтобы все проснулись. Вы соль земли! Все вы соль земли! Но у меня вопрос к вам. А сколько у вас соли? 35 килограмм? 37 килограмм? Или 225 килограмм? У вас сколько соли? Нет, мы взвешивать вас не будем. И выпаривать вас не будем. Но, братья и сёстры, если серьёзно, вот эта вот солёность новой христианской жизни, она имеет значительный вес. А в мире очень просто говорят, слушай, а он настоящий верующий или нет? Вот и всё. Настоящий верующий или нет? Сколько килограммов тебе веры, соли, новой чистой жизни, ну, богоугодной жизни? Ведь в этом весь смысл нашей жизни. Сколько бывает позора, сколько бывает страданий, мучений, горя от того, что некоторые христиане не христиане. Там совершенно нет соли. А Бог сказал, Господь Иисус Христос сказал, христиане, последователи мои, ученики мои, запомните, в вас должна быть соль нового завета, соль новой жизни. Когда эта тема коснулась меня, я посмотрел справочники, интересно нашёл, Левит 2 глава, Левит 2 глава, 13 стих, ну, если кто-то на пульте покажет, если можете быть, очень хорошо. «Всякое приношение Твоё хлебное соли солью и не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего при всяком приношении Твоём приноси соль». Я это место читал, но не замечал. Ещё раз. «Всякое приношение Твоё хлебное соли солью, не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего при всяком приношении Твоём приноси соль. А когда я открыл энциклопедию Ветхого Завета, я увидел, значит, там предметы, которые использовали при жертвоприношении. Животных заколали, птиц приносили. И там стоит соломка. Я раньше её не видел. При жертвоприношении, в всяком жертвоприношении в храме обязательно использовалась соль. И когда заклали животного, брали солоночку. Посыпали солью её. Но мы же не видели этого. А Новый Завет просто говорит, Христос говорит, вы должны быть солью, вы соль земли. Удивительно! И снова возвращаясь к тому, что качество соли, насколько она сильна. Вы знаете, я так обратил внимание, что соль мы очень часто используем в жизни, в разных вариантах. И в разном назначении. Мне стильно запомнился мой брат. Он вырос в нашей семье. Ходил на собрания. Но понравилась ему комсомолка, девушка там, где он работал. Они полюбили друг друга, и он сделал ей предложение. Я прилетел на свадьбу. И вот во дворе стоим нашего дома, подъезжает машина красивая, выходит мой брат весь, ну прямо весь сияет. Выходит, это девушка, я его впервые увидел. И вот они заходят, она всё праздничном одет, и входят они во двор. Папа берёт большую Библию. Такая торжественная обстановка. И он открывает её и говорит, ну что, дети мои, я вам прочитаю слова благословения. Встаньте, пожалуйста, на колени. Слово Бога к вам. Ну и мой брат, он как воспитан верующей семье, так послушный всё-таки, и он начинает склонять колени. А эта девушка на моих глазах, раз его под локоть, и борет его, держит его. Он покачался, раз, 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 и встал спокойно. Папа смотрит на это, мы всё смотрим. И папа аж прослезился. С самого начала дух какой? Противление такого. Ну и он справился с собой, папа, и читает им наставления из Библии. Она его не слушает. Оно ей не надо. Она уверена, что любовь всё покорит и всё победит в жизни. Ох, если бы это так в жизни. Ну а потом закончили эту церемонию, сели в машину, и мы вместе поехали к её родителям. Другой район города Алматы. Когда туда приехали, заезжаем в Большой Двор на Пригорке, дом стоит, кольцо высокое, на кольце стоит её папа и её мама. Мы въехали, остановились, вышли. И я смотрю, как этот папа, ручник такой красный, большой, хлеб в руках таких, буханка хлеба. Рядом мама, и держит в руках, что вы думаете? У вас тоже так было, да? Соль держит. И вот они спускаются оттуда с крыльца, он пошатывается, хотя ветра не было. Спускаются, ниже подходит к ним, с этой булкой хлеба, жена рядом, и вдруг так громко говорит, как крикнет таким голосом страшным, даже неудобно здесь, на колени. Ну и дочка начинает падать. А мой брат её вроде бы туда кого-то, она уже падает, всё, уже на земле. Ну куда ему деваться? И он, и пока он на колени склоняется, её папа берёт буханкой по голове, и бах-бах. Благословляю её. Бах у него колени подкосили, бах, на землю упал. Думаю, вот это да. Он даже не спрашивает, он по-своему благословляет. А мама с Алоночкой. Сколько вы думаете, они жили вместе? Четыре года. И мы его похоронили. Его уже нет. Давным-давно нет. Две сиротки остались, две девочки. Вот эти вот обычаи человеческие. Люди так много вкладывают в них. Но они не способны создать хорошую семью, крепкую, надёжную, чистую и верную. Ну какая там соль? Ну кто благословляет в таком виде? А соль используют. Есть настоящая соль Нового Завета. Это слово благодати, книга жизни. Слова которой настоящая соль, дающая нам жизнь, радость, мир и укрепляющая наши семьи. Вот о какой соль идёт речь. Ещё одно место очень интересное такое. Это книга Езекииля. 16 глава. Открываю и читаю. Выборочно. При рождении... А, четвёртый стих на экране, если захотите. Если нет, ничего. При рождении твоём, в день, когда ты родилась, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не была повита. Я так удивился. И солью не была солена. Как? Так. Оказывается, ранее, не столь высока была медицина. При рождении детей их омывали солью, дабы они... Какие были? Кого омывали солью? Ну-ка, поднимите руки. Вы не помните, наверное, этого. А это время было, когда рождённого младенца омывали в солёной воде, чтобы он был здоров, чтобы не было никакой инфекции, болезни, заражения, и чтобы он был в радость родителям. Было такое время. Сейчас другое время. И когда я это место читал, мне так понравилось оно, я подумал о церкви. Почему о церкви? Потому что, я так понимаю, что в церкви должна быть особенная атмосфера по отношению к детям. Вот они тут сидят, вот они... Ребята, я здесь. О вас говорю. На меня смотрите. И вы тоже на меня смотрите. Беленькие головки. Замечательно. Так вот, дети, вот здесь, в церкви, мы, взрослые, должны окружить их в особенной атмосфере соли благодатной, тепла, расположения, чтобы знали их имена. Коля, вашу руку, сэр. Мое имя знают. Меня в большой церкви совсем не видели. Алматинская церковь, 800 человек. Мы приходили на собрание с папой. Он меня за руку вел. И вот собрание заканчивалось. Выходили мы на Кольцово двор туда. Подходили братья. Брат Володя, приветствую вас. На меня, как на пустое место. Ну, как дела? А я думал, мне хоть руку протянут, хоть спросят, как меня зовут. Ничего абсолютно. В опор никто не видит. А вы своих ребят видите в церкви? А вы своих ребят видите в церкви? А имена их знаете? А из какой семьи знаю? Нет? А солью окружаете их? В Миннесоту, в нашу церковь, приехала мама с малышом, ну, с мальчиком. Из Москвы, там горе очень тяжелое. И вот она приехала, и верующая семья их обогрела, дала место пожить. И пригласили на собрание. И вот в это воскресенье как раз была моя очередь в собрание везти. Нас там несколько пресвитеров было. И пришла эта москвичка с этим мальчиком. Артем его звали. Где-то 10-11 лет. Ну и, конечно, москвичка думала, раз я в церковь веду, нужно самое лучшее деть. И она, ну, все на себя одела. Самое лучшее. И когда пришла, села с этим сынишкой, и мы на нее смотрим. Она на нас смотрит. Интересно. А ему как-то все это равнодушно. Он сидит, зевает, смотрит на все. Куда его привели, зачем привели сюда. А мне так жалко его. Я молюсь, Господи, ну, бедный мальчик, вот и семья разрушилась. И вот такое вот горе у них. И он никому не нужен. Думаю, подойду после собрания к нему. Ну, собрание закончилось, раз потихонечку и к нему подхожу. Сэр, только растерялся, вашу руку. Он потягивает руку. Ваше имя Артем. Меня дядя Борю зовут. В бассейне давно был последний раз. Он говорит, не помню. А хочешь? Да. Ну, ладно, завтра заеду за тобой. Где живешь? Там, там, там. Жди. А когда? Утром. Ну, и мы попрощались, я ушел. Утром я заезжаю за ним, берем одежду, едем в бассейн. Там бассейн, в апартаментах, он свободный, я там живу. И вот мы стали купаться. Как заговорил он, я не могу восстановить, слово не могу вставить. Он и говорит, и говорит, и говорит, мы купаемся, плавим, он говорит, говорит, час, два, говорит, три, говорит, четыре часа. Я устал. Ну, мы выходим оттуда. Я у тебя отвезу, Артем. Но договоримся. Тебе понравилось? Да. В следующий раз я тебя поведу только с условием, что ты Псалом 22 прочитаешь в церкви. Выучишь и прочитаешь. Он говорит, а что это такое? Как что? 22 Псалом. А вы знаете 22 Псалом? А вы знаете 22 Псалом? Вот. Оба, да? Замечательно. Я говорю, я тебе дам, покажу, все будет в порядке. Он говорит, ну ладно. Бассейн-то охота. Ну ладно. И вот прошла неделя, а я куда-то уехал посетить соседнюю общину. Жене сказал, смотри там. И он побоялся. Потом возвращаюсь я. Я уже веду собрание, смотрю на него, он сидит напротив. Я на него так смотрю и так голову. Что это значит? А? Выучил? А он на меня смотрит, и так голова так пускается у него. А это что значит? Нет. Опять встретились, поговорили, побеседовали, все сделали. И на следующий воскресенье, надо же, мне не было, записка приходит ведущему брату, а он не разобравши читает Псалом 22-й. И говорит, брат прочитает Псалом 22-й. И он встает и выходит. Все растерялись. Из Москвы это семья, второй, третий раз на собрании, и он выходит Псалом 22-й читать. Вышел, встал и читает его на память. Прочитал и закончил. Молчит. А что нужно в конце говорить? Аминь. Говорят, аминь. Аминь. Пошел и сел. Жена мне звонит и говорит, слушай, Псалом 22-й выучил. Теперь у меня вопрос к вам. А зачем я это делал? Как вы думаете? Зачем? По двум причинам. Первое. Вот этот мальчуган начало жизни. И семья разваливается. И бедное дитя это же жизнь только начинается. И как она ужасно начинается. Он никому не нужен. И второе. Сердце ребенка или вот в таком возрасте оно такое податливое, мягкое, и там семя жизни попало. Соль. Я знаю, что он запомнит это на всю жизнь. Псалом 22. Сейчас не знаю, где он. Но видели вы его глаза, какие они. Вот в церкви, когда мы оказываем атмосферу Нового Завета, любви, внимания, это такое благословение нашим детям. Они хотят почувствовать здесь, что они здесь любимы, что они здесь нужны, что их здесь видят. Только когда вы будете встречаться с ними там где-то, запомните, гладить нужно только вперед. Запомнили, да? Не назад, ни в коем случае. Только вперед. И еще выучите слова его, то есть имя его. Выучите. Я даже так делал, приходил на посещение, брал фотографии семьи, на обратной стороне подписывал имена. А когда детское собрание бывало, ты же детское, я спрашиваю, Коля, а ты как думаешь? Оксаночка, а ты как? А родители сияты, думают там, потом посадили, откуда вы имена их знаете? Вы-то вот только приехали еще. И как очень просто, я фотографию вашу брал и смотрел, и все. Но они-то как ко мне? Они потом бегут, им интересно. Они должны почувствовать здесь настоящую соль Нового Завета, тепла, расположение. любви нашей. Очень интересно. Еще одно место прочитаю, 4 царь, 2 глава, 19 стих. А здесь описано о том, как Елисей в одно место пришел. Хороший город, расположение, все нормально, за исключением одного. Чего там не доставало? А? Вода. Проблема с водой. И мы с вами читаем. И сказали жители этого города, Елисею. Да, он на экране есть. Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой. Но вода не хороша. «И земля бесплодна. И земля бесплодна». И сказал он, «Дайте мне новую чашу и положите туда что? Соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли. И сказал, «Так, говорит Господь, я сделал воду сию здоровую и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня по слову Елисею, которое он сказал. Знаете, слова Христа Иисуса мы с вами с самого начала услышали. Вы соль земли. Мы покупали дом в Спокен. И проехали несколько домов, но не лежит сердце как-то. И мы стали молиться, «Господи, ну покажи, где наш дом?» Ялта звонит и говорит, «Будьте готовы, сейчас я заеду. Я вам дом ваш нашла». Ну и вот заехала мы, жена сели в машину, она подвозит нас, мы выходим, драйвей, вышли, глянули на дом, на территорию поворачиваются друг к другу, она говорит мне, «Это наш». Я говорю, «Точно, это наш». Мы даже не зашли еще. До сегодняшнего дня мы в нем живем. Он другой, я его реставрировал, сколько ему дал силы. Вся семья в нем поднялась, как мы его любим и как дети любят этот дом. Но я другое вам хочу сказать. В нашей братской комнате, над столом, где я, я карту города повесил, и стал отмечать адреса верующих, членов нашей церкви, дабы посещать их. И когда я уже больше чаще на церкви отметил, я вдруг растерялся. Я глядел на эту карту, на наш город, и я не мог понять, как это верующие покупали дома свои, кто ими руководил. Вопрос к вам. Вы, когда покупали ваш дом, вы молились об этом. Думаю, молились. И мы молились. И удивительно, Бог открывал наше сердце купить там, где ему угодно. И нам место нравилось, дом нравился. А все почему? Давайте глубже глянем. Оказывается, Господь нас так растерил, чтобы мы стали солью нашей местности, во всех районах жили, по улочкам, там везде, и чтобы люди видели нас. Самое первое, что мы сделали, когда приехали в этот дом, жена приготовила сладости, выпечку сделала, и ходила по соседям, просто давала. Потом мы узнали о том, что кто-то говорит, мы от людей русских не кушаем ничего. Кто-то, может, выбросил, да пусть выбросил, это их дело, а кто-то съел. Но прошло лет десять, мы со всеми здоровались, все, и вдруг подходит на углу нашего Кватала, мужчина уже пожилой, седой, подходит и говорит, я летчик-испытатель, здесь на пенсию пошел, хорошая у вас семья, растерялся, он никогда у нас дома не был. Он говорит, мы за вами смотрим, я, говорит, даже знаю, когда к вам гости подъезжают, и когда ваши дети подъезжают. А я так растерялся, говорю, а как вы узнаете, братья и сестры, а как он узнал это? Молодежь здесь, руку не поднимайте, вы когда подъезжаете, вас узнают, а когда отъезжаете, узнают вас. куда газуете? Черные следы остались, соседи в окна выглядывают, куда вы рвете? И он говорит нам, ваши тихо ездят, а гости весь квартал слушают, мы за вами наблюдаем. Братья и сестры, потом сын, потом другие познакомились, разговорились, они, оказывается, так много знают о нас. И недаром мы там дом купили. Это забота Божья, чтобы на всяком месте было благовестие и соль Нового Завета. Вопрос, кто живет так, что соседи его не любят? Поднимите руки ваши. Ну, а теперь выводы делайте. Если мы живем закрытым миром под замком, ни с кем не здороваемся, ничего, это неправильно. Нужно обязательно, чтобы соль Нового Завета, новой жизни распространялась. Я помню, еще молодой-молодой был, ну, женился, конечно, и вот к нам приехал благовестник из Алматы, хороший брат, он слепой, а я по старой памяти его взял, это в Новосибирске было, и вот наш этаж был третий, мы только заселились, я его веду с собрания, он же слепой, мы по лестнице поднимаемся, кто-то бежит сверху вниз, мы встречаемся, и вдруг он говорит, здравствуйте, я же растерялся, и думаю, что он здоровается, я даже не знаю, кто это, а он-то вообще из Алматы приехал и здоровается, но промолчал, пока поднимались, там двое-трое сбежали, он здоровается, я промолчал, на следующий день опять его беру, сначала выходим здороваться, потом вечером, и у меня терпение уже кончилось, мы зашли домой, вечером на второй день говорю ему, Александр Аркадьевич, вот мы идем на площадке, поднимаемся, а вы здороваетесь, вы же не знаете, кто это, да и я не знаю, а он так подумал и говорит, да, да, все, да, я их не знаю, да, но, говорит, я замечаю, брат, что никудышный из тебя благовестник, гордый ты очень, а я так растерялся, мне так никто не говорил, и он на меня смотрит и говорит, это же очень просто, вот послушай, брат, ты хочешь, чтобы в вашем подъезде Бога узнали? Да, так надо поздороваться, вот и все, как? Вот так, ведь все же гордые, все жильцы вашего подъезда гордые, вот здесь есть кто не гордый, ну-ка поднимите руку, кто не гордый, такой смиренный, смиренный, и я так его слушаю, думаю, ну как? Ну да, мне неудобно, я поднимаюсь, кто-то бежит, откуда я его знаю? Я с ним не здороваюсь, может, случайный человек в подъезде, что это я буду? Унижаться. А он прямо в точку сказал, и мне было так неудобно, я его проводил, он на третий день уехал, и вот я поднимаюсь по лестнице, захожу и думаю, сейчас кто-то будет навстречу идти, что делать? И так и есть, кто-то бежит навстречу, и мы же уже не здороваемся же, никто, и я, Господи, ну помоги как-то, и я говорю, хотя я уже не раз там увидел, здравствуйте, он так растерялся, пробегает миг, что-то промотал там, он тоже не ожидал, что я буду здороваться, мы же все гордые, гордые, и потом лед тронулся, скоро я со всеми, легко здоровался, улыбался, потом первые в гости пришли, я просто за солью пришел, за хлебом пришел, и потом весь подъезд узнал, кто мы, и так легко стало говорить, а у вас, у вас на квартале знают, что вы верующие люди, нет, не выходите, не кричите, я христианин, я христианин, соседи, не говорите этого, но жизнь наша должна быть такой, чтобы все окружающие увидели, это настоящая соль, это не сразу будет проявляться, но пройдет немножечко времени, и вы увидите плоды вот этого молчаливого благовестия, есть такая фраза, проповедуй всегда, иногда можешь что-то сказать, ну как это, очень просто, и вот Христос сказал удивительные слова, о том, что сила благовестия в благочестивой жизни, и еще одна есть область, это наша речь, я прочитаю это место, Якова, ой, виноват, чуть дальше, Колоссянам 4 глава, 6 стих, слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому, еще раз, слово ваше да будет с благодатью, приправлено солью, какой солью, дабы вы знали, как отвечать каждому, там в Новосибирске, где я жил, была община отделенных недалеко, ну и молодежь, мы дружили, одного возраста, и как-то один из братков звонит, говорит, приходите к нам вечером, у нас с заключением брат едет, всегда интересно послушать, приходите, и мы сразу же раз и туда приехали, вечер, частный большой дом, и вот этот брат вышел, и стал рассказывать, он 10 лет отсидел, ну, конечно, худой такой, изможденный, и я, когда его слушал, я на одну вещь обратил внимание, он чисто говорит, и у меня мысль, стоп, но он уже 10 лет сидел среди людей, которых каждое второе слово, это ругательное слово, а у него такая чистенькая речь, слово к слову, чистенькая, чистенькая, меня это поразило, ну, другое потом я еще услышал, порадовало, а потом, когда я прочитал уже вот здесь, насколько наша речь засорена, сколько вы думаете процентов ненужных, пустых и даже грязных слов бывает в нашей речи, сколько процентов? А, у вас еще больше, да, у вас 5 тысяч нужно каждый день выговорить, да? Мужчины меньше говорят, вы больше, ну, вы не обижайтесь, я просто вспомнил. Выкладка официальная, 75% нашей речи на сегодня загрязнена. И я, когда прочитал, я испугался, испугался за себя, и сам себе говорю, а у тебя сколько слов ненужных? И я стал за собой следить. Ой, это трудно оказалось. И тогда я к Богу, Господи, помоги, чтобы речь была чистенькая. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот скажите, почему у нас бывает непонимание в семье, раздражение между супругами? Иногда скандалы. А потому, что мы за речью не следим. Хотя Бог нас так удивительно создал. Скажите, сколько заграждений стоит перед языком, чтобы лишнее слово не вышло? Сколько? Первое. Зубы? Губы? Уши? Спасибо. И что еще? Разум. Мысли. Как удивительно, Бог нас создал, чтобы нам было хорошо. Он просит нас, Он говорит нам, ну, если вы хотите мирно жить, удерживайте язык ваш, следите за речью вашей, даже если ваша же нас выводит из себя, а вы, сладкая моя, да все равно я тебя люблю, хоть ты кипятишься и шумишь, ты моя единственная, ей сказать нечего, пыхтит, 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 перегорелось, ну ладно, покорил, победил. И мир сохранился в семье. Ну, попробуйте это. Ведь речь наша должна быть самая простая, благодатью приправлена солью. При этой соли Нового Завета рождается единство супругов, растет любовь, приносит сладость в жизни. Дети любят дом, спешат, маму любят, папу любят, соседи уважают за разумность, тактичность, речь правильную, поведение христианское. Ведь можно не говорить, а просто жить. Не все проповедники. И у нас тоже так. Но каждый может проповедовать так, что проповедь его без слов будет сильной, сильной и эффективной. Во втором послании к фессалоникийцам 2.7 написано о том, что там о церкви, помните, да, не спешите колебаться умом. И там написано о том, что удерживающие на земле. Кто этот удерживающий? Некоторые говорят, полиция! Ну да, много полиции в Америке. Но она не может удержать. Законы! Законы расписаны, я убеждаюсь. Это вообще, в Америке особенно расписаны. Все расписано. Удержит от греха? Не удержит. На сегодняшний день соль земли это церковь, это вы. Один из вариантов, ответов. Вы, верующие, наследие, Божия, это соль земли, Талса, место, где вам Господь определил жить, улица, на которой он вам дом дал, сфера действий, которую он вам очертил. Вот здесь ваше благовестие, вот здесь ваша жизнь, вот здесь ваша проповедь. Вот вы удерживаете многих людей, почему? Потому что стесняете их. Почему сегодня увольняют некоторых людей? Даже из полиции увольняют. Почему? Он христианином стал. Я лично знаком. Наша просто жизнь и Бог, который живет в нас, он тревожит, беспокоит и мучает окружающих людей, потому что без нас им спокойнее. Это наше благовестие. Ну и последнее, что я почитаю, это Якова. Третья глава, одиннадцатый стих. Течет ли одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоку. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Это место говорит о том, что не можем мы жить двоякой жизнью. В церкви одной, а дома другой. Так не бывает. Из одного источника сладкая, и соленая вода не может происходить. Библия говорит, должно быть что-то одно. Жить нужно правильно, чтобы действительно было благовестие. Как-то мы посещали северный Казахстан, и вот интересно такое свидетельство. Брат наш, он на фабрике жил, где работал, там он живет, где вещи теплые шьют. там, мех привозят им, они выкройки делают и шьют многие вещи теплые. Как всегда, во время выкройки есть лишние лоскутки. Но их положено сдавать, хотя это уже не годно ничего, но люди всегда догадливые. И они стали люди, связывая, сшивая вот эти лоскутки, потом что-то выкрайли, что-то делать для себя. Ну, рукавицы там где-то, может быть, еще что-нибудь, теплую какую-то, обувку, чулочки или еще носочки какие-то. И администрация на эти вещи глаза закрывала. Ну, ладно уж, все равно обрезки, все равно выбрасывать, кому не надо. И этот брат наш там работал. Он был настоящий христианин, это люди все знали. Но однажды зима наступила, у него самая последняя дочурка, руки зябнут такие красненькие, он так расстроился и думает, ну, все же шьют, сошью-ка я своей любимицы, тепленькие, такие рукавички, маленькие, там же немножко лоскутков надо, ну, кто там обратит внимание. Ну, и шил эти маленькие две рукавички, малышки своей, ну, и рассказывает, ну, положил в карман, они заметны даже, что там, подходит на проходную, и только зашел, а там три человека стоит, начальник цеха, значит, режимный отдел охрана и контрольная какая-то комиссия. И он говорит, ноги ватные, ватные стали, не идут, как же, его проверяют же. А сзади люди снова заходят, и он говорит, я иду на ватных ногах, такой страх внутри, ну, сейчас в карман, и все, это страшно подумать, верующий на фабрике ворует материал, шил рукавицы. я, говорит, когда понял это, как испугался внутри, Господи, помилуй, Господи, приведи, раз, сделал, никогда не буду, это же, что теперь будет, помилуй, помилуй, иду, как на заклане, и меня смотрят, медленно иду, а там сзади уж толкают меня, а начальник цеха говорит, эй, эй, это наша соль, он никогда ничего не возьмет, давай быстрее проходи, не ржи, там он, сколько стоит их, давай, 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 и выталкивает меня, протолкнул, и меня к двери, и я, говорит, соль, иду к двери, а весь горю, вышел, домой, бегу, хоть бы не остановили, зашел в дом, зима, печка, подхожу к ней, вытаскиваю, бросаю туда, вздохнул, слава Богу, слава Богу. Говорит, на всю жизнь научился, я вдруг понял, мне стало ясно, одна вещь, помните, 10 глава, экклесиаста написана, уважаемый человек, маленькая глупость, а здесь иначе, столько лет труда, благовестия, и один шаг согрешения взять, все перечеркнул бы, столько людей, такая репутация уже, уже начальник цеха говорит, проходи, это наша соль, а вы соль там, где вы учитесь, работаете, вас вообще-то знают, что вы соль? Не знают? А почему не знают? И сколько соли? Сколько? 35 килограмм, 37, 225, ну, я чисто условно говорю. Заканчивая эту тему, просто хочу сказать, наша жизнь с вами очень коротка, она отмерена, в книге жизни записано, сколько дней записано, может быть, немножко осталось, и самое главное, и самое важное, что мы можем сделать на земле, это просто быть солью, вот и все, и тогда не будет нас, вас, вас не будет, но ваши дети скажут, ну, все было, ну, всяких мы видели, но так, как наши родители жили, так никто не жил, как чисто они жили, как они жертвенны были, как они боголюбили и боялись, и приходят сюда уже, одни уже в средние годах, другие старые приходят, мы были на Дальнем Востоке, у нас было 12 человек, там бабушка одна пришла, больше никто не пришел, и вот мы проповедуем, сначала думаем, что там делать, проповедовать нет, а потом проповедуем, она слушает, мы поем, она встает, ну, и потом стала каяться, там родилась, мы ее спрашиваем, вы, наверное, от слова Божия, она говорит, да нет, деточки, нет, наверное, от пения, нет, деточки, а как? Она говорит, у меня родители были, и у них в спальне маленькая такая была рамка, там, и текст написан, господь пастырь мой, ей 84 года, они давно умерли, и говорит, когда вы пели, раз, сразу у меня картина, у моих родителей, которые так прожили, был пастырь, который говорил, выставили земли, а я столько лет, как заблудшая овечка хожу, у меня так горько стало, и вот видите, раз, Господи, будь моим пастырем, все, так вот, жизнь родителей, это сильнейшее свидетельство, не будет вас, а ваша жизнь будет добрым свидетельством, соленой, или соли, которая здесь, в Новом Завете, прочитаем еще один раз, и будет наша молитва. Итак, Матфея, 5 глава, 13 стих. Вы соль земли, если соль потеряет силу, то чем делаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбрать ее на попрание людям? Братья и сестры, просто проверим себя, помолимся, если мы члены церкви, это еще не все. Можно быть, но, может быть, можно быть солью, которая потеряла давно соленость свою, только называется. Нет ни силы, нет ни любви, нет ни жизни, нет ни радости. Почему ее нет? Соль потеряла силу? Ближе к Богу надо помолиться, покаяться, попросить прощения друг у друга, или у кого, кого вы огорчили, что сделали. Искать его здесь, укрепляться силой, потому что всем детям нравятся и любят родителей живых, настоящих верующих, кто им еще покажет. А церковь, церковь, в которой есть благовестие, есть покаяние, очищение, дух, душ, звучит молитва, это живая церковь, это соль вашей местности. Бог да благословит каждого, каждого из вас. Христос сказал, вы соль земли. Аминь. Помолимся. Благодарим тебя за то, что мы дороги в очах твоих, и у каждого ты знаешь по имени, любишь, терпишь, долго терпишь, милуешь, носишь, даешь самое лучшее в жизни, в трудное время, Господи, особенно укрепляешь наши души. Сегодня много звучало истин, которые, как хлеб духовный, полезны нашим душам. Благодарим тебя, Отче, за то, что любишь, и в этом выражено милосердие, попечение Твое. Господи, омой наше сердце крови, Иисуса Христа, чтобы снова мы были действительно приятны для Тебя. Соль Нового Завета действительно сильна тем, что мы Слово Твое любим и исполняем его. Да будет Твое благословение в каждом сердце, в каждой семье и в церкви Твоей. Благодарим Тебя, Отче, за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Споем, дорогие друзья, общим пением слова апостола Павла, адресованные Тимофею, и нам сегодня. Постарайся прийти до зимы. Аминь. ПЕСНЯ 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 Пусть живет Христос во своем сердце и светит, и вы будете сходить. Если есть таковые, пройдите вперед, мы будем молиться с вами. Всякий раз, когда я призываю и не слышу ответа, я утешаю себя. И знаете, чем утешаю? Что в Царстве Божьем будут только добровольцы. Никого туда в Царстве Божьем ни силой, ни пряником, ни кнутом загнать невозможно. Туда только войдут те, которые добровольно открывают свое сердце для Иисуса Христа. И потому-то там будет неописуемое счастье. Представьте, пожалуйста, я сделаю объявление. Первое объявление, которое мне хочется сделать, это представить вам новую семью, которая приехала на постоянное жительство у нас в город. Это Савченко Иван Константинович и Надежда Митрофановна. Пожалуйста, посмотрите, это родители Оксаны Лобода. Они приехали к нам жить. Прошу вас окружить их любовью, заботой. Подскажите, как им адаптироваться на чужой земле. Вы это уже прошли, вам знакомы все подводные течения и камни. Помогите им, чтобы они адаптировались, такое слово, влились в эту жизнь, влились в церковь. И мы вместе следовали в Царство Небесное. Вечернее собрание сегодня будет в 6 часов. На этом собрании будут участвовать со своей программой подростки. Поэтому, подростки, вам нужно на репетицию свою собраться в 5 часов. Молодежь на спелку соберется также в 5 часов. А в 6 часов собрание будет. В среду у нас будет молитвенное собрание в 7 часов. И будем молиться о христианах, которые терпят преследование во всем мире. Особенно уделим внимание в молитве о братьях и сестрах наших христианах, которые проживают в Судане. Там сейчас усилилось гонение, репрессии. Обезглавливают христиан. Там два Судана, они разделились, северный и южный. И вот в одной половине христиане, а в другой мусульмане. И там, где мусульмане, христиан так безжалостно, просто физически истребляют. Помолимся, чтобы Господь послал свою защиту, укрепил веру, мужество наших братьев. А вторая тема, к которой мы будем в этот день молиться, о защите церкви от обольщений и заблуждений. Защита начинается с учения. И мы будем молиться об этом. Но в пятницу в нашу церковь съедутся учителя воскресной школы, ну вот южного региона Медвеста, где мы с вами проживем. Союз наш Медвест. Ну, северные не приедут, а южные братья и сестры, которые соседи наши, приедут на эту конференцию. И мы уже объявляли о том, что их нужно на ночлег принять. Они приедут в пятницу, где-то часов в шесть уже приедут. В семь часов в пятницу уже будет первая сессия этой конференции. Ну, что касается наших учителей, они уже слышали, и мы объявляли, что вам надо как-то с работой уладить все дела, чтобы вы присутствовали на этой конференции. Ну, а членам церкви просьба такая, чтобы вы могли прийти и пригласить на ночлег. Брат Анатолий ответственный. Андрюченко, встань, Толя, может, некоторые забыли тебя уже. Где ты? Вот, встал, да? Дело в том, что на сегодняшний день у него в списке только два имени. То есть два человека только сказали, что мы можем принять его. Ну, я знаю нашу церковь. Я знаю, что очень много людей хотят, но вы любите это в последний момент. Вы знаете, ну, вы еще не подвели ни разу, но человеку ответственность всегда боязна. Хочется наперед знать. Ну, вам же тоже так хочется. Вы же должны быть уверены, что это состоится. Пожалуйста, не пропустите момент. Сегодня скажите Анатолию, чтобы он уже спокойно мог ожидать пятницу и знать, куда отправлять гостей. К шести часам они приезжают. Ну, Анатолий вам скажет. Я думаю, что они, когда приедут, мы их тут немножко чайком попоем, они пройдут эти занятия, первая часть. И вечером, скорее всего, уже, наверное, часов девять надо будет их забрать домой. Поэтому, пожалуйста, не забудьте об этом. И еще одно. Сегодня последний день, когда можно сдать коробочки рождественские для детей-сирот или малоимущих в разных частях света. Но убедительная просьба тех, кто занимается делом, не забывайте вот на эту коробочку приклеить семь долларов. В конвертике, конечно, не скотчем к коробочке, а в конвертике приклейте. Это для того, чтобы переслать туда. И сегодня вечером это последний срок, когда вы можете принести их и сдать в библиотеку. Еще одна такая новость, объявление, которое хочу сказать. В следующее воскресенье на вечернем собрании нас посетит гость. Вы его уже, которые давно живут в Талсе, встречались здесь. Это Юрий Богачев, знакомая фамилия, певец, который приедет к нам. Вот и мы послушаем его пение и свидетельство. Вот такие объявления. Может, у кого-то есть просьбы к молитве и приветствия какие-то. Пожалуйста, передайте, скажите, заявите об этом. Принимаем от церкви из Ильичевска, Донецкой области, Одесской. Принимаем. За эти приветы всех мы, братья и сестер, сердечно благодарим. И просим от нашей церкви, всем любящим Господа, передайте сердечный христианский привет. Просим. Прошу вас быть активными. Вечером очень интересная тема. Запрещенная любовь. Что это такое, мы услышим, когда посетим это собрание. А сейчас закончим наше общение молитвой. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь и Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Я вас всех приветствую. Будем друг друга приветствовать и с миром Божьим отправляться домой. Спасибо. 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 Спасибо.